спасибо вам приветствую за вы дали этого украина не россия парень серёгу прикольно да молодец классно тоже общается и сейчас очень активно смотрю виталия у нас многие так тоже представляют уже не называют даже мне это самое я понял позже смотреть да а тоже хорошо понравилось но чуть-чуть он такой это самое нового отлично ну как мы с серёгой и серёга всегда приходится над я душнила спокойный финансист вот это они же все-таки побежал я бы мне надо записывать чего давай привет добрый из какого города я доничанин из киева из киева до какого не живешь я тоже из киева как обраники давайте проверочку сделаем давай большого узнаешь большого узнаешь знаю борща вы знаете на какой вот этого я не знаю машины с какого метро харьковская знаешь харьковского до метро харьковска зеленая так называется вопрос 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 на какой какого цвета ветка на которой находится гидропарк гидропарк до ветка зеленого пиздобол скажи мне сколько будет пиздесят шесть сколько меня программа когда ты ругаешься матом она тебе выключает звук я же тебя я же тебя жирного жирного орка не слышу понимаешь ты идешь след за русским военным кораблем на конце не важно это него это имя ты понял наслышанно добрый вот поэтому вот о чем речь то то что блин для чего все это делать о чем почему что за вопрос уже другой человек здрасьте откуда но и откуда вы из меня зовут донбар тем я доничанин из киева я с пасховской области и город коломна вы откуда я же сказал доничанин из киева с киева доничанин из киева ты плохо но вот как вот сама сейчас сидит участник боевых действий вот и хотите может ему что-то сказать кто должен выиграть мы или украину части боевых действий это в смысле а дату панк нет вы как это что должна россия победить или все-таки должны украинцы победить я считаю что каждому оккупанту максим из украинской земли что может быть это два метра под землю и земля стекла ну тогда я даже не знаю почему я своими общаюсь пошел нахер о привет явно адекват здорово чел добро или будем сразу уверить возникает вопрос понятие адекватности у нас могут быть разными не ну мы вот примеру зайдешь ты откуда из россии сразу пушу хотя я ничего плохого не сказал у меня зовут артем я доничанин из киева как вас зовут откуда меня артем зовут меня с челябинска доничанин из киева у меня дмит зовут вы из россии до россии на чем здесь разговариваете ну так просто осени не обычно срёмся вот с такими как ты из киева примеру есть адекватный то нормально разговариваем а так обычно я даже таких слов иной раз не знаю как заворачиваться много многому научитесь вы тоже у меня вряд ли чем-то удивишь тебя всякими письками коры я могу просто очень далеко поздно я это я же не агрессивно это будет просто что как вообще дела как жить как говорят в одессе спасибо не дождетесь так мы не в одессе пока и не будете а будем рано или поздно разве что только с грунтовыми водами давайте смотреть правду в глаза вы один хер все арены мощь один и мощный хер хуй который придет к вам и положит на вас хуй после этого вы удивляетесь почему вас посылают очень далеко надолго я просто сказал он начал тут не угрожать мы будем в одессе не будешь ты в одессе а буду я в одессе я как ездил так и буду ездить в одессе у нас по закону у нас по закону гражданам российской федерации добрый добрый вы из украины а вы ну так слава украине героем слава славка ты не из украины смошник потерянный пошел привет меня зовут артем я доничанин из киева как вас зовут откуда привет назад андрей я с россии москва на чем здесь разговариваете по разному можно фильм говорить можем короче ситуации можем поговорить истории я разговариваю об отношениях стран моей собеседника давайте хорошо давайте пообщаемся я даже буду с каждым собеседником если что такое интересного расскажите я буду очень рад и если мне кто-то это поведать а что я многим короче начинаю говорить и от меня больше информации ниже чем я других если мне много чего расскажите буду рад мне интересно я задам один вопрос чтобы понимать немножко как вы думаете кто победит войне хорошо ну давайте так чтобы нас остался диалог давайте я вам дай вопрос вам не задать вопрос отвечает но на данный момент я не хочу сейчас говорить о том как это все это будет потому что у меня своя точка зрения короче своя точка зрения давайте мы лучше говорим о том что например а истории там украины истории россии или еще чем потому что но блин я не хочу сейчас говорить а вот как закончится простите меня пожалуйста но это что же вы хотите поговорить об истории украины россии вы историк нет почему я просто вы хочу узнать от вас хоть что-то за интересным поэтому я спрашиваю может не чуть скажет я вам скажу я не это же не являюсь профессиональным историком кое-что знаю поэтому не являюсь кладезем информации по истории хорошо тогда у меня вопрос а почему многие украинцы дают за бандерва когда у них спрашивают по бандера и все начинают переключаться и когда еще раз спрашиваю а что он сделал этот вообще началось и когда я спросил когда он родился тот на меня мат идет прямо я хоть раз вообще я никому не вырубил ничего нет и мне говорят то что я вот начнем с того что в принципе бандера вас не касается то что он был идеологом национально вызванного руку как-то национально освободительного движения украинского да бы да да ну все скажем так он вас особо это и не касается граждан россии это мнение мне не понятно такой дикий интерес попытка потроллить не вы не поняли просто я один раз одним общался он говорит вот бандеровцы да я сам бандеровец я короче занимая кто это ну давай я сам погуглил и посмотрел блин ну и немножко так узнала человек ножка этого распросят людей знакомстве немножко рассказывали как это и что я у них сейчас спрашиваю а никто не знает многие даже украинцы даже не знаю за что вы проповедуете они короче они не могут сказать вот в чем вопрос это знаете вот ваш там как историю российской федерации знаете но в какой-то мере да смотря что вы меня на 2 когда она появилась чего когда наполеон 1800 году наполнить и он на нас когда она появилась а появилась 782 год что интересно подождите россии вы вы являетесь гражданином российской империи московского царства или вы гражданин российской федерации ваше государство появилось в девяносто первом году хорошо тогда задам австричный вопрос а киевская русь когда появилась и почему называется киевская русь и когда такого государства как киевская русь не существовало а монгольский это исторический период который если не ошибаюсь в девятнадцатом веке назвали киевской русь потому что это была русь а так как это столица киев поэтому назвали киев давайте называть историки назвали давайте называть киевская русь это вот в широком понимании по что такое киевская русь это исторический отрезок а в перьясловщина и черниговщина это север украины и чуть-чуть там беларусь но хорошо какое отношение она к вам имеет я не могу понять не вы когда-то были колонией этой руси залезь и вас называли но это то же самое сказать что вы являетесь русию потому что вы были колонии это также идея может сказать что я великая британия но наш не великая британия просто она была колония в россии короче мало людей которых находится там это когда раньше были княжества и так сказать сообщество и что это это был ерунда или как или вы как считаете я не понял вопрос но вы как что что ну то что вроде в россии когда были княжества и все остальное еще ерунда находилась и когда ваше основное дворянство большая часть вашего дворянства это пришлые это татары это немцы это шведы это вот ваши князья графья это все в основном те же там все вот эти ваши господи да ну дворяне императоры вообще это немецкие крови в основном урал и дальше туда сахалин и все остальные так кто тоже пришедшие ли к по вашему часть вы там захватили а до этого там жили северные народы малые народы большую часть которых вы уничтожили и до сих пор уничтожают а мы что же ну а почему посмотрел почему посмотрите смертность тех же бурят относительно других национальностей вот ваши как вы говорите спецоперации по правильной войне подавляющее большинство на одного москвича погибает жители бурятии там что порядка 280 что ой как неудобно получается это северный народ хорошо женщины кричат их бурятки что нас уничтожает потому что у нас мужчин наших отправляет на смерть хорошо уважаемый я вас услышал короче он тогда задам вопрос а почему вот сейчас вы забираете короче все ну грубо говоря оружие все короче людей в этом европа помогает америка помогает вы там воюете а нам никто не помогает и россия как воюет так он потому что вы вы там берете короче оружие из других стран там и швеции с германии с франции да но все замечательно все блин оттуда 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 а россия ниоткуда не берет то что ну и у россии блять может бедная страна у нас никуя ничего нет но мы почему-то с вами воюем и весь мир сплотился против нас и мы короче чем-то воюем это россия в россии против короче всего мира воюет или как или что россия воюет против украины то что нам помогает больше большая часть мира да нам помогает большая часть мира потому что потому что вам не будут помогать нацистской германии тоже не помогали когда на благорессором оккупантом да но только советский союз помогал до 41 года с тридцать девятого после дарку как вы ставили составе короче украины это германии вы короче за германию воевали и ваши бандеровцы и все остальные они все за германию что тебе сказать ты ебута нахер мы в составе германии я прошу прощения сдержался но это это реально бобо вообще в голове